Молока в республике станет значительно больше. В Маргаушском районе построен и введен в эксплуатацию современный молочный комплекс на 500 голов. Спроектирован он по принципу лучших зарубежных аналогов. С последними достижениями животноводства познакомилась наша съемочная группа. Молочный комплекс на 500 голов – новый, а потому и технологии, которые здесь применяются самые современные. Благодаря технике налаживается быт в коровьих отрядах. Все сделано так, чтобы животное чувствовало себя максимально комфортно. Комплекс обеспечен современным доильным залом, оборудован новейшей системой удаления и сепарации навоза. Он поступает из коровников, проходит полную обработку и делится на фракции, которые затем используются в дальнейшем как удобрение и подстилка для коров. Одним из важнейших объектов на ферме считают родильное отделение, ведь теленок именно в первые дни своего рождения требует более внимательного к себе отношения. Санитарная чистота в телятнике – залог получения здорового молдника. У нас в республике таких комплексов, конечно, немного. Всего это три. Первый – это Аконтагра в Янчевском районе. Второй – это Вурнарский мясокомбинат построил в Вурнарском районе. В этом году сдали. И вот сейчас в Маргаушском районе Путилича. Конечно, здесь предусмотрены все новые технологии, которые позволяют добиться и высокой продуктивности, и высокого качества, что требует от нас и Министерство сельхозяйства Российской Федерации. В ближайшее время поголовье животных здесь хотят довести до тысячи. Поэтому вскоре будет необходимы и новые работники. Для этого в хозяйстве уже проводят встречи с выпускниками сельхозакадемии. Но просто так сегодня молодежь на село не привлечешь, считают здесь. Необходимо не только строить дороги, но и обеспечивать досуг тем, кто придет сюда работать. Для работников хозяйства на территории старого молочно-товарного комплекса уже отстроили общежитие на 30 мест. Газ, электроэнергия, водоснабжение в доме имеются. Здесь хорошие рабочие места, высокопроизводительный труд. И труженики, в зависимости от работы, конечно, будут получать достойную заработную плату. Сейчас на прилавках чувашских магазинов не так много местной продукции. Главная задача руководителя комплекса – обеспечить чебоксарцев молоком, выработанным в родном регионе. Уже в ближайшее время на этом предприятии планируют стать лидером по производству молочной продукции. Продолжение следует...